Здравствуйте! Россияне стали меньше пить. Алкогольный рынок продолжает падение. Теперь эту тенденцию, о которой мы уже не раз рассказывали, подтвердил и Росстат. Согласно статистике, за три квартала 2016 года розничные продажи сократились на 1,6%. Особенно падение заметно по потреблению виски. Его купили меньше на 8,7%. Рынок коньяка и бренди сократился на 2,3%, игристых вин и шампанского на 4,2%. Вина выпили меньше на 1,6%, пива на 1,7%. Лучше идут продажи водки, они даже прибавили полпроцента. Впрочем, многие эксперты сомневаются в реальности такой статистики и уверяют, пить меньше не стали. Просто теперь наши соотечественники финансируют теневую экономику и употребляют нелегальные и контрафактные напитки. Зарплатные ожидания россиян продолжают снижаться. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутинговых порталов Headhunter и Superjob. Этой осенью 13% сыскателей заявили, что готовы пожертвовать зарплаты ради скорейшего трудоустройства. Больше других на скромный заработок согласны специалисты по закупкам, работники банковской сферы и некоммерческих организаций. Меньше всего готовы жертвовать гонораром специалисты по инсталляции, сервису, продажам и безопасности. При этом, согласно опросу, больше половины компаний, 58% работодателей, не планируют повышать зарплату в 2016 году. Россияне перестали планировать отдых заранее. Как пишет коммерсант, туроператоры отмечают новый заметный тренд – оттягивать решения до последнего. По оценкам SkyScanner, Россия стала самой спонтанной из всех европейских стран. Почти 40% наших путешественников не планируют перелеты заранее. Эксперты напоминают, внезапный отдых обходится значительно дороже. А ведь экономия – это еще один послекризисный тренд в сфере туризма. Так большинство теперь едут отдыхать не на сами новогодние праздники, а сразу после них. Так можно сэкономить в среднем около 30%. Люди согласны добираться, например, до Таиланда с тремя и более пересадками. Отказываются от авиаперелетов в пользу автомобилей. Самостоятельные любители горнолыжных курортов изменили Европу и выбирают Болгарию, Армению, Грузию, а также Красную Поляну и Дамбай. Ну и рынок внутреннего туризма вырос на 20-30%. Почта России планирует полностью перейти на безналичные операции к 2030 году. Как сообщают известия, с конца октября организация начала принимать к оплате банковские карты и установила несколько тысяч терминалов оплаты и банкоматов в отделениях по всей стране. Расплатиться можно будет за отправку письма или посылки, покупку страхового полиса, почтовой продукции, розничных товаров и оформление подписки. Также, как рассказали изданию в Почте России, пенсионеры, получающие пенсию на почте, смогут переводить ее на банковский счет или при необходимости снимать наличные в отделениях. Полностью во всех отделениях это должно случиться к 2030 году. Бывший кинотеатр «Октябрь» станет детским развлекательным центром. По данным издания «Новый компаньон», внутри появится интерактивный парк развлечений с использованием компьютерных технологий, аттракционов и игровых зон. Также для посетителей будет работать кафе. В новом амплуа заведение откроется в декабре. Напомним, кинотеатр «Октябрь» был построен в центре Перми в 1957 году. Как пояснили в Краевом центре охраны памятников, здание не является памятником архитектуры и объектом культурного наследия, поэтому собственники вправе совершать любые внутренние перепланировки и делать это без согласования. Единственное, что должно оставаться неизменным – внешний вид. Курсы валют на 8 ноября доллар 63 рубля 90 копеек, евро 70 рублей 69 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова